Дуже иронично, когда нас называют фашистами, оккупантами своей же территории, но мы сами понимаем, кто тут фашист, кто оккупант. Никита родился и вырос в Дружковке Донецкой области. Дополномасштабное вторжение. Работал в травматологии, а позже сапером. В 2021 году решил пойти в армию, так как не хотел повторения событий 2014 года. Все мы видим цели, как говорят, воинскую спецоперацию, но это настоящая война, это боевые действия, которые мы не видели ранее. Это не сравнительно с 2014-2015 годом. Все мы знаем про то, что нам говорит президент окупационных войск, но мы можем вольно разговаривать и русскую, и и украинскую. Многие моих знакомых говорят русскую, много моих знакомых мают родителей, и на окупованих территориях так же. Поэтому все мы знаем, что это не сенитница, это какие-то там подставки для того, чтобы просто везти сюда войска и начать боевые действия. Именно по этим надуманным причинам Дмитрию, который родом из Доброполья, пришлось в 15 лет наблюдать, как происходит захват его родного города боевиками, и как из небезразличных горожан формируются отряды, которые стали противодействовать беззаконию. Именно активисты и оказывали основной отпор российской пропаганде, которая так и жаждала одурманить местное население. К сожалению, не везде удалось выгнать российских агентов и их приспешников. Все эти события подняли патриотический дух в городах, которые ощутили на себе, что такое русский мир. И все больше людей стало вступать в ряды вооруженных сил Украины, как, например, это сделал уроженец Славянска Алексей. В 1922 году пошел добровольцем, потому что, говорю, еще раз увидел, как, что у нас происходило в 1914 году. Не хотел, чтобы это повторилось, не хотел, чтобы мы задели ни родителей, ни родных и так далее. Поэтому сейчас мы все понимаем, что не допустить повторного, нам нужно защитить свое родное место, нужно защищать и освобождать те места, которые сейчас находятся под оккупацией. Поэтому, последовав примеру отца, который в 2014 году пошел добровольцем в состав батальона «Донбасс», Дмитрий принял решение не оставлять эту войну потомкам и также присоединился к ВСУ. Сначала я пошел в пехотный подраздел, потім опинился в артиллерийском. Далее я уже решил брата ставить на правильную себе, ему військовую справу, так сказать, подсказать, порадить, можливо. И обрав он для себя шлях разведника, куди и потом сам я вступил в самую 81-ю бригаду, сам пішел в разведывательную роту. И с этого момента начался мой шлях, так сказать, разведника. Но, как говорит Дмитрий, многие пытаются прийти в армию чуть ли не с семьями. Но из-за бюрократических моментов такое не всегда возможно. При первом своем ранении, когда они с братом попали под обстрел, Дмитрий сумел спасти еще одного побратима. А вот уже при втором ранении бойцу помогал его брат. Когда служит только один из членов семьи, это уже тяжело. А когда их несколько, это становится испытанием для близких. Батькам довольно таки виходить сложно, хотя они уже до этого как-то привыкли. Они, как я говорю, эту холодную воду еще пережили в первый день полномасштабной войны, потому что они очень хвилювались. Особенно, когда были первые такие серьезные задания, когда мы не могли просто выходить на связь. Было даже так, что меня уже поховали. Когда я 8 дней, мы тогда были заблокированы в городе Изюм. Но, к сожалению, на войне не без потерь. Больше, наверное, потерял, чем познакомился. Сейчас даже стараюсь, кто приходит, и не знакомится с ними. Чтобы мне было тяжело терять. Друг ушел следом за мной. И тоже добровольцем погиб. Я отработал хорошо и в пехоте, и водителем. Был незаменим. Я ему, кстати, до сих пор никакой медали не дали. Вот это обидно. Вот это можно не вырезать. Осталась жена и дети. Трагично потерял своего товарища и Дмитрий. Он был из Херсона, как раз. И вот тогда, помню, мы сидим с ним. Он уже сидит. И так я вижу, что он начинает не то, что расклеиваться, а он очень-очень злый. Кажет, ну все, в мой Херсон уже зашли. И уже, может быть, республика. На что я ему ответил тогда? Ты за это не хвилюйся? Я говорю, мы до этого еще приедем. И там мы так же повернемся в свой родной прапорт. Такие слова подбодрили побратима, после чего завязалась дружба, в которой более опытный боец учил и также мотивировал юного Дмитрия. Но 29 марта случилось необратимое. Но несмотря на потери, будучи из разных уголков Украины, бойцы продолжили освобождать каждый клочок родной земли. Участвовали в том числе в Харьковской операции. И так сложилось, что бойцы 81-й бригады также сумели деокупировать и часть Донецкой области, что вызвало у них восторг. Да, конечно, восторг я был, потому что родная земля, сколько прожил, прогуляли там, прокопались. И когда погнали оккупантов туда, честно говоря, был в восторге. И даже несмотря на участившиеся обстрелы и те трудности, которые возникают ежедневно, десантники стараются приближать победу Украины и вернуть под ее контроль каждый населенный пункт. И так же нужно делать все, чтобы защитить наше місто. Потому что много людей так же вступают до Долгого Збройных Сил Украины и оборонят свое родное место. Так же, как и это стало для меня мотивацией пойти в Збройные Силы Украины. Потому что я не хочу, например, жить в оккупации и жить в разбитом месте. Мы все понимаем, что если прийдут сюда российские оккупанты, то сейчас не будет ничего нормального тут. И мы видим, что произошло, например, с городом Марьуполь, с городом Бахмут. Многие уже вообще потеряли свое существование. Мы оставили оккупанты после себя, что руины, все разграблено, разбито. Что про них можно сказать? Мразь. Не знаю. Я не понимаю до сих пор тех людей, которые их поддерживают. Чего они ждут? Пускай сначала они у себя в России найдут порядок.